Добрый день, я озвучу позиции фракции ЛДПР по нескольким проектам законов, которые сегодня Государственная Дума будет рассматривать. И депутат Катасонов также добавит по тем проектам законов, которые он от фракции курирует и ведет. Первое, хотел бы обратить внимание, что сегодня во втором чтении будет рассматриваться проект закона, который расширяет льготный налоговый режим для ряда субъектов Российской Федерации, льготный налоговый режим для самозанятых граждан. Фракция ЛДПР во втором чтении воздерживается от голосования. Да, мы согласны с тем, что государственное устройство таковое, вообще государство это такая система общества, когда гражданин, получая доход, должен платить налог. Но, к большому сожалению, у нас слишком большое социальное неравенство и слишком много происходит неприятных, противоправных, коррупционных правонарушений и преступлений, которые наши граждан вводят в определенное напряженное состояние, порождая нежелание своей заработанной копейки не от хорошей жизни демонстрировать и еще платить с этого дохода налог. Мы также считаем, что льготный налоговый режим для самозанятых был введен совершенно не вовремя. После того, как была проведена пенсионная реформа, в обществе крайне негативно отнеслись граждане к появлению этого режима льготного налогового. И звучали такие позиции, что вот хотят последнее забрать, последнее отобрать. Люди, находясь без работы, без зарплаты, вынуждены оказывать свои услуги, которые еще хотят обложить дополнительным налогом. Хорошо, что тогда был эксперимент только проведен на четырех субъектах Российской Федерации. Мы тогда это не поддержали, говоря о том, что для мотивации необходимо вводить только добровольную систему. И тот налог, который взимается, должен идти не в фонд медицинского страхования, а в пенсионный фонд. И хотя бы частично гражданину формировались бы тогда пенсионные права. Этого сделано не было, соответственно, граждане демотивированы. В том случае, если человек официально безработный, в этом случае за него взносы в фонд медицинского страхования платит соответствующий субъект Российской Федерации. Кроме этого, мы видим, как вырождается рынок труда. Да, это пробелы правоприменения, пробелы существующего законодательства, которыми активно пользуются работодатели. Как это происходит? Работодатели своих работников понуждают переходить на новый налоговый режим, регистрироваться в качестве самозанятых. И работодателю это выгодно. Работодатель перестает платить взносы и подоходный налог. Бывший работник становится самозанятым гражданином, который теперь своему бывшему работодателю оказывает услуги. Сиюминутно ему может быть это выгодно, но у него нет полноценной социальной защищенности, у него не формируются пенсионные права, если он это не делает добровольно, путем добровольного уплаты дополнительных страховых взносов в пенсионный фонд. Наверное, все вы заметили, какой всплеск аварийности на дорогах Москвы и других крупных городов с участием автомобилей и такси. Об этом говорят официальные власти. А почему это происходит? А в том числе потому, что у нас активно начали рекламировать режим самозанятых для того, чтобы привлекать в эту сферу. И сегодня многие таксисты зарегистрированы в качестве самозанятых. Этот режим, он вообще не должен касаться этой сферы. Это сфера, которая лицензируется. Там должен жестко соблюдаться режим труда и отдыха. А когда там работает самозанятый гражданин, то, конечно, нарушение, и это все приводит потом к аварийности, страдают и гибнут наши граждане. Сегодня в повестке дня находится проект закона фракции ЛДПР, который запрещает привлекать к административной ответственности за нарушение так называемой средней скорости. Фракция ЛДПР благодарна и партии большинства в комитете Крашенинникова и всем тем, кто высказал поддержку. Данный законопроект, несмотря на предыдущее отрицательное заключение правительства, рекомендуется к принятию. Мы считаем, что абсолютно неюридически верно и абсолютно неправильно было устанавливать такие комплексы фото-видео фиксации, когда замерялась некая средняя скорость. У нас в ПДД нет понятия средней скорости, у нас в административном кодексе нет ответственности за нарушение средней скорости, и то, что применяется, кроме как некое среднее наказание за некое среднее нарушение, по-другому назвать это нельзя. Гражданин за рулем может въехать в точку А и на пути следования, на одном отрезке этого пути, превышать на плюс 20, на другом на плюс 60, на третьем на плюс 80, а на четвертом отрезке ехать, находясь в пробке ниже установленного режима. А в конце заехать на заправку заправиться и вообще выехать якобы без нарушений правил дорожного движения. Хотя очевидно, что на каждом участке пути он по-разному нарушал скоростной режим, и совершенно разной была общественная опасность, и разная ответственность на каждом участке пути предполагалась. Но некое среднее выявили и начали привлекать. Кроме как наполнение региональных бюджетов и попытку заработать для тех компаний, которые производят оборудование, для тех компаний, кто обслуживает эти комплексы, по-другому назвать такие решения нельзя. И слава богу, что нас поддерживают в этом вопросе и предлагают эти комплексы запретить и прекратить мучить водителей, используя все новые и новые ухищрения, которые позволяют зарабатывать. Уже об этом говорит председатель правительства Медведев, вчера встречаясь в общественной приемной с гражданами. Он очень много вопросов и очень много внимания посвятил вопросу ответственности за нарушение скоростного режима. Опять был озвучен вопрос о том, надо ли снижать нештрафуемый порог до 10 км в час. И позиция председателя правительства дает все основания полагать, что решение будет таким – оставьте в покое автомобилистов. Ввели эту «Дельту-20», когда увеличивали минимальный штраф до 500 рублей. Вот и не нужно сейчас придумывать, что якобы все это ведет к аварийности. К аварийности ведут безобразные дорожные покрытия, нарушение установки знаков, нарушение нанесения разметки. И брошенный мусор, который оставляет строительные организации, подрядные организации, которые занимаются ремонтом дорог. Вот кто провоцирует аварии. Пьяные за рулем, в том числе пьяные в погонах, в мантиях, вот они провоцируют аварии и страшное ДТП. Автомобили-каршеринги, которые без должного контроля. И таксисты, где за рулем ездят с иностранными правами. В Государственной Думе фракция ЛПР была единственная, кто была против того, чтобы оставить послабление для отдельных государств, чьи граждане имеют право заниматься пассажирскими и грузоперевозками, не подтверждая знания ПДД и практику вождения в Российской Федерации, а используя свои национальные водительские удостоверения. И вот вам результат. Постоянные аварии мы слышим. Председатель комитета по финансовому рынку Аксаков подчеркнул, что у нас в законодательстве наши коллекторские агентства и частные коллекторы нашли очередную лазейку и заключают некие агентские договоры и пытаются все равно заниматься своей безобразной коллекторской деятельностью. Позиция ЛПР однозначно. Коллекторскую деятельность в Российской Федерации нужно как минимум временно запретить. Есть служба судебных приставов, есть гражданский кодекс. Только в рамках судопроизводства можно устанавливать, кто прав, кто виноват, и, используя законно установленные процедуры, дальше взыскивать средства с должника. Тем более сегодня службы судебных приставов наделены достаточными полномочиями. Хорошо, что председатель правительства обратил внимание на комплексы фото-видеофиксации и на необходимость рекламентации этих комплексов, их установок и использования. Это опять к вопросу зарабатывания денег, а не вопрос о борьбе за безопасность дорожного движения. Безопасностью нужно заниматься совершенно по-другому, так же, как и самозанятыми нужно было делать совершенно по-другому. Фракция ЛДПР предлагала. Надо было ввести добровольную патентную систему, когда гражданин добровольно, без понуждения, в случае, если он хочет легализоваться, и свои услуги рекламировать, не боясь контроля, прихода правоохранительных органов, надзорных инстанций, приобретает патент и оказывает эту услугу с минимальным налогом. Нас же сделали через сложную систему, которая не всем доступна, не всем удобна, не все хотят ее использовать. А многие вообще не хотят выходить из тени, и тем более это касается лиц пенсионного возраста. Режим самозанятых приводит к чему? Если пенсионер получает доход, потом ему пенсию не индексируют. Будет пенсионер легализовываться? Нет, конечно. Государство в том случае, если не индексирует пенсию работающему пенсионеру, сами загоняет этих людей и заставляет искать различные пути, как добиваться индексации пенсии. Вот посмотрите, в декабре месяце многие работающие пенсионеры специально уволятся для того, чтобы им пенсию страховую с 1 января проиндексировали, а потом в феврале они опять трудоустроятся и будут получать проиндексированную пенсию. Государство само побуждает людей искать вот такие вот кривые пути решения, когда можно было давно решить вопрос и вернуть индексацию пенсии всем работающим пенсионерам, хотя бы работающим инвалидам. Но, к сожалению, позиция правительства остается по сей день отрицательной.